Всем добрый день! Вы на моем канале, на канале Урукоделий. Меня зовут Ольга. И сегодня у меня будет к вам опять моя очередная рубрика. Уже четвертое видео я снимаю на эту тему «Мир вязаных изделий моими глазами». Что это значит? Это значит, я беру картинки из интернета, с Instagram, с Pinterest и с различного рода других источников. Все, что мне нравится касаемо заявленной тематики. И если вы видите свои изделия у меня в видео, просто знайте, что мне эти изделия очень понравились. И я вдохновляюсь именно вашими работами. Если я брала фотографии с Instagram, значит наверху в фотографии в шапке будет название представителя, так скажем. В данной фотографии, то есть чья фотография была размещена. А если просто брала в интернете, ну тут уж, извините, там автор не указан. Я до каждой модели на самом деле не докапывалась. Вот поэтому сегодня будет рубрика «Мир вязаных изделий», а конкретно мужских свитеров, да, мужских вязаных изделий моими глазами. Если вам интересна эта тема, если вы вяжете своим мужчинам, это может быть муж, брат, сват, сын, отец, неважно. Если вы вяжете своим мужчинам, и если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. И давайте начнем. И начнем мы. Я, как всегда, разделила для себя несколько позиций. То есть мужчины у нас вообще самое интересное, знаете, что для женщин обширный круг. Даже если в магазин мы заходим, да, для женщин отдел большой, для мужчин более скромный. Потому что мужчины, они какие-то классически выдержанные. То есть все их вещи, они стандартные. Ну, не все, да, но многие. И многие мужчины любят именно классику. То есть не вычурность, не какие-то цвета, там, кричащие. То есть они вряд ли наденут... Большинство мужчин вряд ли наденут, к примеру, жуткую фуксию. Вот. Я, например, своего не могу уговорить связать ему горчичный. Горчичный свитерочек. Хотя очень мне нравится. Вот. Но он придерживается другого мнения. И, соответственно, я ему вяжу другую цветовую палитру. Но хочу сказать, что вяжу я третий свитер реглан погон. Потому что ему очень нравится. И, как я сказала, вот если понравилось, если зашло, то мы и вяжем. Вот. Но, тем не менее, мы же должны предложить им, да, больше. И, значит, с чего я начну? Я начну с того, что подразделяется, в моем понимании, на несколько позиций. Первое – это косые ораны. Это классика, да. Своего рода классика. Здесь, значит, бывает просто целиком все из косые оранов. Или же бывает частично. Ну, к примеру, там верхняя часть изделия из косые оранов, нижняя часть изделия из косые оранов. Либо рукава там с каким-то теневым узором или косами переплетены, да. Ну, вот, например, мы рассмотрим сейчас несколько свитеров или джемперов, в которых присутствуют эти косые ораны. Где-то целиком, например, вот этот коричнево-серый джемпер, да, он целиком состоит как бы из теневого узора, но там тоже есть переплетения. Если вы хорошенько посмотрите, то их видно. Также полноценные из косые оранов, а также с интересными элементами на локтях, да, то есть сшивными и на плечах. Это, скорее всего, кардиган, как я понимаю, потому что тут даже карманы видны, но передней части не видно, но здесь, на самом деле, очень много всего намешано, да, всевозможных именно переплетений. И это тоже очень интересно и классически выдержано за счет цвета. Так, еще интересная модель. Это очень старая модель, потому что я ее видела лет 10 назад еще здесь с пуговками. Обратите внимание, здесь тоже косые ораны, и они все настолько стандартные, уже прижились, да, и для нас, для вязальщиц, они не представляют такого интереса на самом деле, потому что мы ищем все время что-то интересное, новое, того, что мы не видели, не пробовали. И вот этот дизайнерский дух в нас, он присущ просто. Вот, но, тем не менее, мы с вами рассмотрели, а также, смотрите, какой брутальный коричневый свитер из толстой пряжи, с какими интересными косами. Вот это нестандартный, то есть это не классически выдержанный, это как раз такой расслабленный спорт, такой, знаете, как же назвать этот стиль, я даже не знаю, но посмотрите и обратите внимание, как это интересно смотрится. Это не для всех, это для смелых. Вот, если мы вернемся к классике, то посмотрите, пожалуйста, на следующий свитерок. Спереди у него косы, да, переплетения, ну, такие приплюснутые, а по рукавам идут вот эти английская резинка. И тоже смотрится очень даже интересно. Это не классика, но в то же время не кричащий какой-то, не кричащая модель. Вот, если мы посмотрим узор соты и применим, правда, очень много ест пряжи, вот именно этот узор, да, но, тем не менее, вот эти вот полоски даже, да, не опущенные по переду и поверху, то есть разные пряжи, можно применить, остатки пряжи, например, да, если моточные, то понятно, что мы можем там комбинировать в одной, потому что они одной толщины, вот, одного производителя. И смотрите, как это интересно смотрится полностью, весь свитер связан этим узором. И достаточно интересно, на мой вкус и цвет, опять же. Так, если мы также говорим про косы Арана, посмотрите внимательно на этот свитерок синий. Я почему говорю цвет, потому что потом, когда я буду монтировать, чтобы я понимала, о чем я вам рассказываю. Конечно, он может быть не только синим, да, но здесь как раз следующий нюанс, что эти косы, вернее, тут переплетение, да, идут только по рукавам, а само изделие при этом остается лаконически выдержанным. И это тоже очень интересный прием. Мне понравился, я бы применила. Когда я говорила, что по переду изделия можно пустить косы Араны, да, сверху, например, а не снизу, это вот как раз яркий пример этого зеленого джемпера, джемпера, да, вот, как можно обыграть только верхнюю часть. Например, если нам не хватает, мы понимаем, что пряжи недостаточно, или, быть может, недостаточно, чтобы пустить ее полностью, например, по всему изделию, или по переду, или по, там, по всему-всему изделию. Тогда мы можем применить прием, когда мы часть вяжем, значит, узорами, а часть лицевая гладь, к примеру. Так уйдет меньше пряжи, но при этом модель будет интересная и необычная. Вот, ну, из кос, тут, конечно, не только косы на переплетение Араны, этот брутальный мужчина, ну, и тут цвет, тут за счет цвета, мне кажется, больше выигрышно, нежели, ну, и не видно, на самом деле, да, этих всех нюансов этого джемпера, но красиво. Так, что еще? Ну, конечно же, классика, это у нас V-образный вырез, да, с различного рода выделениями, цветовыми решениями в этом V-образном вырезе, при этом очень многое, ну, полностью весь джемпер связан косами. Классика, она была, и я думаю, что будет. Значит, очень мы любим пускать эти косы по какой-либо части изделия, помимо рукавов, обычно по переду мы пускаем чисто одну косу, да, на мой вкус и цвет это имеет место быть, но я сейчас придерживаюсь немножко другого мнения, я бы не пустила одну одинокую косу, например, как в этом сером свитере, просто потому, что я бы пустила еще две тоненькие косички по бокам этой огромной косы, да, огромное переплетение, и было бы, на мой взгляд, интереснее, чем есть вот сейчас на данной модели, но мне нравятся эти полоски сверху, очень интересно смотрится. Так, что же мы еще можем выделить? Мы также можем выделить сочетание цветов, да, как раз вот, когда нам не хватает пряжи или у нас осталась какая-то пряжа в недостаточном количестве, мы можем разделить изделие на две части, посмотрите, как тоже это интересно смотрится, даже несмотря на то, что это полностью все в косах, все в этих безумных сотах, очень, ну, мне, по крайней мере, очень нравится. Единственное, что они здесь, если приглядеться поподробнее, то посередине здесь идет еще и бежевая полоса, но, на мой взгляд, это немножко не то. Но, опять же, здесь на вкус и цвет товарищей нет, вот, и, конечно, конечно, самое интересное и самое, на мой взгляд, брутальное, это вот этот вот свитер, как же правильно прочитать-то? У меня хакагон, ну, давайте не буду я коверкать, да, язык, язык, но это с Инстаграм, это совместник, это платное описание, и, ну, вот тут и цвет, и фактура твидовая, и сама модель, и узор, посмотрите, какой узор шикарный, подобран под эту модель, вот именно этот свитер я бы хотела воплотить в жизнь, я понимаю, как его вязать, я могу даже срисовать узор, но мне бы хотелось, знаете, вот в данном случае просто взять и связать, то есть купить это описание и попробовать связать по описанию, потому что, ну, джемпера, свитера я по описанию не вязала, вязала только по мастер-классам, да, в самом начале пути, вот, мне бы очень хотелось именно попробовать связать, наверное, по мастер-классу, ну, и оценить работу автора, вот. Ну, конечно, здесь еще может быть масса вариантов, это только то, что я повыделяла себе, да, буквально вот быстро-быстро, на то, что я нашла на просторах интернета. Так, что еще? А вот, ну, давайте еще посмотрим, да, вот этот твидовый эффект, эти косы, обычные вытянутые косы в зеленом твиде, как это тоже смотрится интересно, на мой вкус и цвет, вот, очень просто, очень лаконично, но очень интересно. Дальше, категория, которую я выделила следующей, это категория жаккарда. Жаккард, конечно, в первом случае, вернее, с первых слов, жаккард для меня это женская кокетка, то есть, это вот лапопейса. Лапопейса может быть, конечно, и мужской, где-то я, по-моему, даже выделяла, да, вот у меня здесь есть одна мужская лапопейса, даже две лапопейса мужские, я сейчас ставлю обе фотографии, и вы поймете, правда, на фотографии почему-то не очень хорошие качества, но вы сразу поймете, какой модели идет речь, потому что эти модели уже давно мелькают на просторах интернета. И, опять же, твидовый эффект. Вот прям твид, это мужское, это, ну, на мой вкус и цвет, мужчины в твиде, они какие-то, ну, не знаю, какие-то вот настоящие, что ли, с историей. Вот, твид имеет ведь свою историю, да, история возникновения, и эти вещи смотрятся очень интересно и правильно подчеркивают нужности и скрывают ненужности. Вот это, опять же, моя вкусовщина. Так, что еще у нас есть в жаккард? Если смотреть, да, с точки зрения именно применения жаккарда. Посмотрите, ну, тут брутальный мужчина в шляпе, шляпа делает свое дело, и перья, это же прямо, вот, знаете, дикий запад, но мы-то с вами смотрим на вязаные изделия, и, опять же, здесь своего рода жаккард, это просто полоски, и просто лаконично, выдержанно, тоненько, деликатно, и, опять же, можно применить разные остатки пряжи и выйти из этой ситуации, когда нехватка пряжи. Вот, дальше, еще жаккард, это бруклинд вид, ну, этого брутального мужчину, многие вязальщицы, наверное, знают, и это кардиган мужской, и посмотрите, как это красиво, да, как это модно в настоящее время, горчица, это в тренде, и, опять же, слегка от видовый эффект, мне кажется, в данной модели, вот, и это все играет, ну, конечно, большую роль здесь играет шапка. Как ни крути, сочетание шапки, вот этих полос, оно делает свое дело, и это прекрасно, то есть, если смотреть с точки зрения жаккарда, то я бы сказала, что не так-то много для мужчин можно выбрать. Можно, конечно, экспериментировать, но, опять же, что мы в итоге получим, что мы хотим получить, это большой вопрос. Дальше, следующая категория, которую я бы могла связать с моим мужем, по крайней мере, предложить, это худи. Здесь я выделила всего несколько позиций. Вот, так, позиция с переходами цветов, да, опять же, почему-то на мужчинах мы играем с цветами, и можем применять остатки пряжи. Быть может, это связано с тем, что мы покупаем себе пряжу, пряжа остается, ну, к примеру, купили себе бобинку, да, она остается, и нам же надо ее куда-то применить, и вот, пожалуйста, смотрите, какой полет фантазии. Для себя, конечно, тоже можно применить различного рода, да, полоски, не полоски, но мы-то женщины, мы всегда можем себе и дополнительно купить пряжу, а вот на дорогих мужчин мы вяжем редко. И можно вот попробовать даже реализовать остатки, и мужчина будет доволен, и мы будем довольны. Но это не дискриминация ни в коем случае. Вот, значит, худи. Дальше, мне очень понравилась худи, девушка, с которой мы участвовали в марафоне. Всю пряжу извяжу, она очень красиво вяжет, и мне очень нравится ее страница в Инстаграм. Кстати говоря, вот в шапке вы увидите, она вязала мужу худи, и мне нравится сочетание полос, то есть вот этот вот плавный переход. Здесь мне все очень нравится. Прям я бы вот такое вот прям брала и сразу бы вязала. Также есть еще в Инстаграме, я нашла у девушки, худи, очень простое, лаконичное изделие. Я даже не посмотрела, быть может, есть описание этого худи. Это реглан, реглан можно снизу, можно сверху, и вывязывание вот этого, вот этой горловины интересное, да, горловина здесь необычная. Но, опять же, простое лаконичное изделие, смотрится как богато, дорого-богато. Вот, скорее всего, есть описание, мне кажется, потому что, если я брала в Инстаграм картинку, чаще всего в Инстаграм бывают картинки красочные, красивые, с последующей продажи описания. Вот, и так, больше худи я не выделяла, по-моему, только эти три позиции. Конечно, их может быть множество, но они повторяются, они очень похожи, вообще все мужские модели очень похожи, на мой взгляд. Когда я начинаю выбирать, чтобы предложить мужу, ну, получается, что практически выбрать-то из нечего. Вот. Так, есть такое понятие, когда жакет. То есть, мы можем выбрать простой, лаконичный, классический. Вот, например, в данном случае твидовый жакет, абсолютно простого кроя, но за счет твидового эффекта он будет смотреться дорого, по классическим идеям. Ну, в общем, слово классика у меня сегодня самое популярное слово, просто классический жакет. Ничего не надо, кроме твидового эффекта. Вот. Ну, жакет с жаккардом я показала, это тоже интересный вариант жакета. То есть, помимо свитеров, мы можем вязать нашим мужчинам жакеты. Так, поговорим еще о том, помимо, ну, опять же, знаете, что можно применить. То есть, если ваш мужчина не любит косы, не любит тараны, не любит вот этого вот всего намешанного, можно попробовать предложить ему полоску. А полоски бывают разные, да, крупные, поперек, вдоль, поперек, в общем, по-разному. И давайте поговорим также о полосках. И я сейчас вам приведу несколько моделей цветных полосок и теневых полосок. О теневых мы уже с вами даже поговорили немножко, да. Значит, обратите внимание на экран. Здесь будут вставлены фотографии, где, кстати говоря, в одной из моделей намешаны и косы, и переплетения сверху изделия, и полоски по низу изделия на рукавах и на тушке. Вот, то есть, полоски могут быть и просто сделаны при помощи узора, да, той же резинки, например, вот как в данном случае, как я применяла тоже по бокам, эти полоски по вертикали, и получается тоже очень интересный эффект. Вот, полоски могут быть теневыми и обрывочными, да, то есть, обрываются полоски, вот на мальчишке, например, очень интересный свитерок с полосками, но они обрываются. Так, дальше мы можем также выделить теневые узоры. Это для тех, кто вот хочет, чтобы был узор, но чтобы он был не ярко выраженный. И это так называемые теневые узоры. Классика жанра это ромбы. Здесь, хотя вроде бы как и с точки зрения кос, можно посмотреть и аранов, переплетений, но они настолько большие, что кажется как будто теневой. Можно сделать эти же ромбы действительно в топтав и в теневой узор, то есть, без особых переплетений, а только сочетание лицевыми и изнаночными. Вот. Дальше. Очень интересный эффект получился. Вот это свитер, футболка, я бы, наверное, назвала, да, спереди, ну, как бы, футболка сама вяжется кос, вернее, мелкими сотами, а рукава, часть отделки, они вяжутся просто лицевой гладью и смотрятся очень интересно. По-странному, но интересно. Для смелых мужчин, я бы сказала. Так, что еще? Вот теневой узор очень интересный, на красновато-кирпичного цвета. Здесь кокетка, да, на мужчине и кокетка, и смотрится интересно, но я бы не вязала эту кокетку на мужчин с широкими плечами. Просто, мне кажется, она бы на него не особо хорошо села, но, опять же, это мой вкус. Вот. Для смелых мужчин можно предложить цветовые решения, такие как вот лимонный цвет, например, да, и здесь вроде бы как тоже же переплетение, но они настолько деликатные, и смотрятся как теневой узор. Тоже очень интересно, лаконично, но здесь вся соль именно в цветовом решении. Так, что еще можно выделить? Да, что еще можно выделить? Больше особо таких, знаете, вот кричащих, интересных моделей я не приглядела. Конечно, моделей очень много. На просторах Pinterest, на просторах Instagram, на просторах других различных родоплощадок, страна мампи, что мы там еще в ВКонтакте, групп очень много, да, по рукоделию, и мы постоянно сохраняем какие-то модели в себе, в закладке, потом через некоторое время они просто нам разонравятся. Вот. Но когда мы начинаем подбирать модель, очень сложно придумать, с чего же вообще начать, что предложить. Вот. И я буду надеяться, что сегодняшнее видео будет вам полезно, потому что, как я уже говорила, насмотренность, это очень большое значение имеет для вязания этих или иных изделий, да. И, значит, резюмируем. Что мы можем сделать? Мы можем применить косы, араны, мы можем применить их полностью во всем изделии, или частично, вывезав верхнюю часть, нижнюю часть, пустив их по рукавам, вывезав большой оран посередине, обыграв его с двух сторон простыми косами, сделать теневой узор в виде риса, например, только на рукавах, или теневой узор только по переду изделия. То есть, мы можем, конечно, поиграть фактурой, мы можем поиграть также цветовыми решениями, да, то есть, и даже сочетать, чтобы это было не стандартно, просто по всей, по всему изделию полосы, а, например, сверху, как вот в одной из фотографий, сверху пустить косы, снизу пустить цветовое решение в виде полос, или сделать наоборот, зеркально, почему бы нет, никто же нам запретит, да никто. Если ваш мужчина более смелый, то можете ему смело предложить жаккард. Если ваш мужчина более смелый, вы можете предложить ему какое-то жгучее цветовое решение, которое выделит его среди всей толпы, и применить при этом минимум каких-то кричащих узоров, потому что цвет, он уже играет, он уже выделяется, и слишком много внимания, помимо цвета еще и фактуре, будет, ну как бы, на мой вкус и цвет слишком броско, и будет смотреться дешевле, нежели это было бы лаконичное изделие. Если мы с вами говорим о мужчинах, и говорим о твиде, или пряже с твидом и эффектом, здесь тоже все просто. Твид, на мой взгляд, не требует особых затрат на придумывание сложных моделей. Твид, он больше в классике, больше, вот в моем понимании, в реглан-погон, или это простой реглан, и как можно меньше узоров, крупных. Можно, конечно, поиграть немножко с косами, но очень аккуратно, очень деликатно, потому что твид, он и есть твид. Лучше пустить какие-то полосы теневым узором. Вот. Что еще можно предложить нашим мужчинам? Можно обыграть горловину, сделать свитер, сделать джемпер, но тут уже кто что любит. И самое главное, девочки, не забыть спросить вашего мужчину, что же он хочет видеть. Именно в свитере или джемпере вашего исполнения. Ну вот и все. Все премудрости. Огромное спасибо всем за внимание. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok